всем привет и ты попал на канал вилка это за что нужно ли тебе все взять печеньки готовится к лучшему время при прождению за день а мы продолжаем с тобой смотреть аватар легенда об анги это 10 серия 3 сезона я слепла в начале и поэтому затормозила и вот так вот моргала короче очень сюжетная серия сюжетная просто не делал там там было написано часть первое там было написано победа над царем огня часть 1 не что врешь все равно узнаешь название 10 они 20 такая чё в 10 нельзя что ли победить а потом с оставшиеся 10 будем звука драться за престол царства огня короче вот очень сюжетная серия сейчас мы пришли на пункт сбора где собираемся все вместе с какими-то нашими друзьяшками против царя огня вот это вот все объединимся с ними объединим силы и пойдем в бой пойдем побеждать все крайне просто да 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 земля огонь воздух когда-то давно четыре народа жили в мире но все изменилось когда народ огня развязал войну только аватар властелин всех четырех стихий мог остановить захватчиков но когда мир нуждался в аватаре больше всего он пришел прошло сто лет и мы с братом нашли нового аватара в маге воздуха по имени анк и хотя его искусство покорение воздуха было велико ему предстояло еще многому научиться но я верила что анк спасет мир аватар легенда об анке авторы идеи майкл данте де мартина и брайан конец к в предыдущихся книга 3 огонь глава 10 день черного солнца часть 1 вторжение понятно тебе давай в твой выходной и тут скажет расскажешь прямо сейчас мне такой типа давай а мне завтра на работу опять рано похоже что ты выспался наконец-то так в прошлой серии вот его мешки под глазами не досыпать ты по жизни ярко засияешь и победишь его своей аватарской силой не могу когда азула поразила меня молнией моя седьмая чакра закрылась и заблокировала мою связь со всей космической энергией знаешь что я услышала космическая мода тень а там что-то про космос он не думаешь из-за туману наша армия задержится когда есть ваша армия это и есть наша армия они в тумане путешествуют чтобы их никто не видел гениально но а у них есть мои воздуха сделали паром из причала у них есть эти магии воды которые делают этот искусственный туман то что этого все объяснил а если нету то тяжело выжидать момент когда туман так собирается а может просто случайно совпадение ты нашел всех тех кого я просил найти нашел но я немного волнуйся к некоторые из них не очень похожи на воинов это место похоже на болото что скажешь про это то это что замаскированная бомба для племени огня это просто камень диву да правда мне кажется или этим ребятам не хватает одежды да хоть бы трусы надели а чё ему так нормально это иллюзия также как и смерть привет сколько такой счастливый узнаешь нет ну алло ты узнал нет реально не узнала так когда еще первом сезоне в шахты отправляли тех кто обладает магией земли его еще он спас деда и дед его слил вроде бы а реально это он дали возьму же усы бородку пустил такой легко здесь узнать когда его город захватила племя огня ему приходилось скрывать магию которая вдохновила отца меня отвоевать деревню ты помогла нам обрести храбрость и катара теперь мы хотим помочь тебе а кто еще есть ни в коем случае болдар и хиппо больше не сражаются ради развлечения теперь мы сражаемся за королевство если кто спросит как выглядит лучшая армия против страны огня вот она лучшие из лучших здесь собрались просто мужики без трусов бывшие рестлеры это конечно сомнительно это 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 просто вот в степени превосходства на максимуме находится я считаю что именно такие войны должны защищать этот мир и азула которая молнии аватары там прожгла мол вот этого цари гиппо вот гиппо посмотри на его на его телосложение молния сквозь гиппо не вы молния будет рикошетить от гиппо гиппо как сам как молния ты видела как он зубами камни жрет ты думаешь он молнию свою не откусит а где остальные есть еще кто это дед это дед да дед ученый по любому но конечно дед ученый все взрыватель это новое оружие но к сожалению взрывные способности орехового масла оказались никудышными это бомба из орехового масла они разрушительны и вкусные и закончил работу с чертежами да я думаю что племя огня сильно удивиться анг мы сделали это тебе что такое после для это апгрейд ты зачем туда конфетки напихал надо туда и было пихать ракеты пулемет он сверху лети знаете как самолет а как-то иначе против это битва должна быть себя или маму маму под ним пролетает он такой открывает и на маму сыпется конфет почему дискриминация конфетная по моему уверен это мне пригодится думаю тебе надоела эта клетка старик что аж очень жаль потому что ты больше никогда не выйдешь за эти стены завтрак осторожно минк не подходи близко а тот его вонит и задохнешься может он качался так он качался я знаю вам нравится чай о кайф и нормально спасибо минк с тех пор как меня заперли здесь ты была очень добра ко мне волнуешься ты это сможешь всем доброе утро знаешь когда когда ощущение когда первый раз доклад какой-нибудь в универе рассказываешь типа не знали курсовую защищаешь тоже волнуешься что сейчас будет а ничего не будет точно плевать ну вы знаете сегодня мы вторгнемся на территорию племени огня то есть я знаю вы знаете вы же знаете зачем вы сюда приехали ну в общем лорд огня живет вот здесь стойте стойте вот здесь и сегодня будет затмение и анг сразиться с лордом огня и и магия огня не смогут использовать магию простите я лучше начну сначала так они наверно тоже знают что они ослабнут когда будет затмение они наверно хочет план рассказать видишь нет нет я про про людей огня они же наверно тоже знают что у них ну не первое же затмение в жизни там когда-нибудь ну записи из поколения в поколение передаются что вот луна закрывает солнце мы слабеем у них такое эго что они такие мы и без солнца их победим не мне кажется они сейчас запрячутся все куда-нибудь типа в бункеры период чтобы переждать этот момент да не будут они так просто они понимают что они в этот момент самые уязвимые поэтому будут прятаться скорее всего нет да логично вот а если это затмение солнечное а солнце закрывает что луна а луна дает силы кому магам воды то здесь должно быть именно магии воды должны быть с этого с полюса где нам показывали чтобы быть еще невероятно сильными чтобы побеждать магов огня но здесь походу нету магов воды кроме катары здесь переехали все войны с их племени их отец их вот эти все за войны и все а с тех с того применяем погодника вы не взяли то еще глупо то есть тоже а еще с болота они тоже маги воды ну и все мы с которой нашли анга замороженного в айсберге и он мне понравился сперва но потом я его очень полюбил она переодела меня в женщину и поцеловала а ланга был друг сумасшедший красиво все хорошо ты можешь передохнуть и разрешите мне пояснить вам некоторые моменты сегодня наступит день черного солнца и я хочу поблагодарить всех вас за вашу преданность и смелость во вторжении два этапа морской этап и сухопутный чтобы получить доступ к их столице остается нам нужно преодолеть огромное препятствие здесь великие врата азулона затем мы причалим будет сложно мы будем сражаться со стражниками и захватим рыночную башню после этого откроется путь ко дворцу в этот момент начнется затмение причем сложно смотри им нужно еще драться с магами огня еще когда затмение не началось то есть маги то будут в своей форме да и они будут все форм то есть битва должна быть плюс-минус на равных и успеть нужно подгадать момент оказаться там именно в момент затмения точно сложный план для реализации совсем запутался разве мы не должны вторгаться во время затмения когда маги огня бессильны затмение длится восемь минут этого нам недостаточно а королевский дворец охраняется магами огня вот тут нам затмение больше всего и пригодится она закончится и аватар уже сросит лорда огня мы заплатим столицу огненной нации и война будет окончена на уж оба все фляжки на ну вот тоже странный момент да вроде бы катара готовится наполняет свои фляжки но в серии с кровавой луной бабка ты ее научил что влагу можно выкачивать откуда угодно из воздуха из растений то есть ей не так необходимо то эти фляги заполнять водой на всякий случай но с другом но это тоже дополнительный вес если она пойдет как бы пешком это лишние килограммы она еще может килограмм там так налегке нам воды будет и еще более выносливая но все равно то есть не так это необходимо как это сейчас показывают как будто бы это гиппо этапа ну гиппо ну гиппо вы который камни грызет я думал ты его ногах серьезно так еще раз посмотрим на зубра пожалуй а какой ляк какой ляк не признали тебя ну там нога большая у гиппо тоже нога большая что виноват у них ноги походного размера не в одном обувном одеваются возглевает смотри зачем открылся так дорогой дневник сегодня я понял что не хочу здесь находиться папа прощай ты мне не отец сока у тебя ищем лодки уже отчаливают я опозорился анг что он будет выручать аэро из тюрьмы мне кажется и уйдет во время как раз таки когда они нападут все может быть все может я думаю он вторжение был моим последним шансом а я просто упустил его просто все нормально не ищутся сока это речь не было твоим шансом самое обычное выступление ни у кого это не получается у папы получилось он превосходно объяснил план и вдохновил каждого как у папы опыт какой лидер слушай твой шанс был совсем не напротив карты он будет там на поле боя тебе так легко все это говорить почему ты уверен в победе потому что я уже подвел мир бас инксей второй раз этого не будет я считаю что ты совершен нельзя сразу родиться профессиональным оратором нельзя сразу родиться профессиональным мореплавателем или войну это все преодолевается через терни через опыт через пробы попытки то есть у сока не должен себя так жестко обесценивать он должен ну вот он попытался не получил еще раз еще раз попытается учтет свои недостатки следующий раз еще раз попытается бати тоже по-любому не с первого раза у него все получит вполне логичное поведение мне кажется как раз таки потому что он еще и боится ну по-любому ему страшно ну выйти в бой вот так вот просто учитывая что вокруг него ну как бы не все ладно не все там маги но все равно он далеко не все но он постоянно себя сравнивал все равно он говорил типа я никчемный по сравнению с вами потому что у вас есть магия я типа вынужден бороться своими силами и я считаю что то что показывают его волнение это вполне логичный крут да ты опять таки раскрывает персонаж да но нам показывали весь волнение аватаров пошло сели в этой сок вот они великие врата азулона я не вижу никаких ворот катара наколдуйте с болотными магами прикрытия мы проникнем в эти ворот кстати все таки вы видите было скорее всего болотные маги тогда колдовали чтоб они в тумане плыли я бы так же как и сквозь воздушную огненную блокаду так держать мы почти прошли так что это такой же на сетка на ловушка за горячая сетка кстати вопрос прикольно из чего сделан материал сетки если он горит и не рвется это не сетка хотя по структуре того как она поднимается похоже на сетку если это как они называются железные прути какие-то на болтах и поэтому они тоже так могут до сгибаться как веревка токи но как они горят она из воды вышла чтобы пустить такой огонь нужно чтобы это все залилась либо жидкостью каким-то типа спиртом горящим либо газ должен здесь проводиться ну то есть как-то странно что он сразу вышел не осушилась и сразу пошел огонь странный момент это ворота азулона всем на нижнюю палубу надеюсь что твой план сработает я очень не понимаю как они беспалевых вот бывает на борту никого сэр куда они делись подводные лодки какие-то это дед придумал смастерил круто это прикольно на самом деле умно да и я думаю сейчас вырубит их как-нибудь да типа засада ну вот интересно а там датчики какие-то стоит что ворота закрылись или они там ну типа я не знаю там же они в тумане плыли было не так очевидно что там кто-то есть почему они запад за подозрили и так на паник да мои поздравления сока твой способ передвижения хуже чем перелет и шлем нужен что ж я просто придумал идею а механик все разработал ну уж не скромничай дружок идея использовать магию воды чтобы двигать подводные лодки была твоя прекрасно хотя твои первоначальные чертежи были немного не точными к сожалению с одной проблемой я не справился в подлодках недостаточно воздуха до того как вы доплывем до цели нужно будет всплыть и на поверхность пора обедать генерал аэро на этот раз я принесла вам двойную порцию риса ты смотри пойми скоро тебя засудим благодаря твоим доброте и вниманию я смог выжить здесь думаю что сегодня тебе стоит взять выходной что ты неважно выглядишь тебе бы сходить домой поспать нет все в порядке поверь мне поверь мне тебе лучше здесь не находиться а он наверное в курсе что скоро затмение солнечное и что скорее всего аватар попытается напасть что очень опасная ситуация блин а он сидит в тюрьме ведь и он наверно луна еще считал как-нибудь типа каждый день там где-нибудь пометки состоял блин вообще гениально с его стороны и выглядит так сложно просто он вроде в плену вроде в заточении весь в пытках его все шпыняют а он еще и знает когда будет точно затмение офигеть или 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 возможно еще момент он планирует сбежать он планирует сбежать после обеда и это просто удачное стечение обстоятельств что он не знает что здесь будет затмение и так вот и оно да ты готов оповестить племя огня о том что аватар жив я готов я надеюсь ты как следует надерешь лорда огня заднее место всех прошу внимание следующее всплытие будет на берегу так что приготовьтесь готовьтесь и сражайтесь так перерыв окончен обратно в лодке который я давай ты первая мы через столько и прошли вместе и я вижу как ты повзрослел ты уже не тот маленький озорник которого я нашла в айсберге думаю сейчас я хочу сказать что я очень горжусь тобой теперь ведь все станет совсем по-другому да да станет что если что если я не вернусь не говорит так конечно же реально то есть не зря и не зря нам в прошлой серии показывали его сны даст поцелуями а я думал что это еще не скоро случится это прям в следующей серии пошли в прошлый за травочка была в этой прям показали но все любовь парковь там сидела когда что ты делаешь пора погружаться что погружайся да там я показывал да пузырь ну там был я думал что я думал что так прости меня Мэй так хочется чтоб у него знаешь была какая-нибудь история как в Ромео и Джульетта чтоб он пришел к Мэй и сказал Мэй мне здесь не нравится Мэй пошли со мной пошли сбежим на край света и будем только вдвоем ты да я и наши фруктики понимаешь что ее семья такая типа нет не будем ненавидим лорда огня и его семью да нет ей вообще ну то есть ей во первых я к тому что типа ты сравнился с Ромео и Джульеттой ну то есть я к тому что ему не очень нравится здесь а ей в принципе не нравится везде поэтому мне кажется было бы неплохо ей без разницы да и это было бы прикольно на самом деле мне кажется чтобы они вместе пошли куда он пойдет мне сейчас интересно ну если он пойдет то это будет как как в первом сезоне он вот везде пробирался так и продолжит пробираться только вместе с Мэй а что почему бы и нет она и все равно не сильно любит свою семью вот вместе с Айра это да давайте вот я знаю что сейчас будет какое-то трогательное письмо ты паузу ставь если ты поиска болтай да я сейчас опять буду плакать скажите мне не сколько можно ну кто мог знать не вправду пригодилось так ты половину мимо высыпал тебе конфетки не жалко так а как там ну надо чтобы ты такой рычаг нажал трубка такая открылась подожди подожди трубка такая открылась ты такой рот подставил второй рычаг нажал и все сразу в рот высыпалось потом опять один рычаг отпускает он обратно в положение конфетки перестают сыпаться другой отпускает и уже этот как его трубочку поднимает да и все удобно вот дед дед не дорабатывает кислорода в этих нет как его в подводных лодках трубочки в конфетах нет ну вообще даже из ореховой пасты взрывчатку не может сделать всем занять позиции магии земли все в танке сейчас нам придется не сладко то в наряде смотри даже девался это дельфины щука щука жесткая да ой 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 ну и ладно доплыли и плевать погнали ребят драться давайте под готовить торпеды ледяные пуск а водой типа как то ничего ost ق этого а а это ток а ручок с вес Mechanical гусеницы ну кстати если у них с ними дед который делал тогда помните гусеницы которые никак не переворачивались когда они нападали на этого деда то он мог бы и сейчас такие сделать по идее они прикольные они постоянно ну их не перевернуть никак а эти но эти тоже прикольные они видимо не бронебойные такие прям со всех сторон защищенные но те как будто поприкольнее были бы аппа ты зачем приземлился-то лети вот про тебя говорил гусеницы они по а они сделали да они да они он знал что у них есть его танки гусенички и специально поработал так чтобы их законтрить но это прикольно что так подметили момент лютая битва просто как будто вот здесь у нас не хватает куда же мог подеваться маги огня не знают, они особо сильно-то не встречались с магами воды, они не знают, что они так умеют. И здесь, мне кажется, маги огня должны сказать, сам дух пришёл на их сторону, типа, испугаться и убежать. Мне кажется, это адекватная реакция была бы, потому что, ну, они же верят в этом мире во всех духов, там, что дух-то там силу, дух-то там сглаздаёт, всякое такое, нет? Мне кажется, они народ огня. Мне кажется, как раз-таки... Ты думаешь, потому что их этот, как в школе промывали мозги, служить? Нет, у них в целом система иначе построена. Они из-за машины же, у них нет духовности. У них есть их тоталитаризм, диктатура и машины. Да. А остальные, вот, ну, народ земли. Я, по-моему, индустриал, типа, у них это развито. Ну, Клю, давай, я за тебя теперь. Эй, Хью, где ты был? Может, я, конечно, не была? Хотел по зову природы. Долгом пришлось собирать морские листики. Да, кто-то на динозаврах, а кто-то пешочком. Вау. Нормально отживал. Вау, осторожнее! За отца не бойся, отец сможет за себя постоять. Ты-ды-ды-ды-ды-ды-ды-ды. Деду все нипочем. Блин, что-то наших Симен. Надо победить этих стражников. Это единственный шанс. У меня есть идея. У него этот, как его меч, разрубает их в эти стрелы, луки, арбалеты. Баллисты, наверное, больше. В твоем берите вон того стражника. Я беру этого. И прикрывайте друг друга. Так, а зачем? Вы только что двух стражников заморозили. Баллиста без защиты. Берешь, садишься и обстреливаешь чужие вышки. Вот такой план, нет? И можно соседние вышки обстрелять. Можно танки вражеские обстрелять. Вражеских солдатов пострелять. Это халявное оружие. Просто очень сильное. И ты за контролем. А если там больше никого нет? Вот две башни стоят. В смысле никого нет? Ну вот две башни и все. Ну и такого не может быть. Но если такой вариант, то да, надо сломать. А если, мне кажется, там потому что еще как минимум, ну и даже если башен там нет, то скорее всего там еще вражеские танки какие-нибудь есть. А их вот отсюда обстрелять будет максимально выгодно. Короче, смотри, сейчас покажу. Бать аккуратно! Ты ранили? Пап! Пап! Я знаю, что совершил много ошибок. Но сегодня я собираюсь все исправить. Подожди, подожди, подожди. Подожди. Тоже к тебе такой вопрос, как и Кайра. Ты знаешь, что будет за отмение? Или нет? Или ты по приколу хочешь? Вот у всех такие, конечно, интересные обстоятельства складываются. Нет, знаешь, это вот в первом сезоне такая же фигня была. Понимаешь, пока все сражаются, он идет к своей цели. Вот здесь он не участвует в массовой драке. У него своя линия. У него, да, у него есть своя сюжетная. Нет, я к тому, что он просто тоже уходит прям под затмение. Это вот случайное совпадение. Это как раз-таки развилка. Ну ладно. Я считаю, это гениально. Потому что в первом сезоне тоже так было. Причем, знаешь, вот ты говоришь, везде драка и где-то в сторонке Зука по своей дороге. И я вспоминаю, что писали, что Зука же добавленный персонаж уже когда вроде бы все сделали. И потом там в самом конце когда-то Зука добавили там просто как допом. и в итоге такой фигенный персонаж получился. И в итоге, возможно, кстати, поэтому у него отдельная такая линия, потому что он отдельно как бы добавленный. Да, его просто не вписали в массовую драку. Да, да, да. Так, только давайте из-за отца не стоять на месте. Давайте двигаться надо. Навлечь немного лучше. Мне нужно возвращаться к воинам. Надо. Ты ранен. Тяжело. Тебе нельзя больше сражаться. Все рассчитывают на меня как на командира Катара. И я их не подведу. Ты можешь лечить его быстрее. Я делаю все, на что способна. Я сделаю это. Только без обид, Сока, но ты не самый лучший народный ценитель. Я не об этом. Я буду руководить вторжением. Не сходи с ума, Сока. Может, я и сошел с ума, но затмение скоро начнется, и мы проиграем, если вовремя не подойдем к вулкану у тебя получится. Я горжусь тобой, сын. О, батя веет. Но я тоже горжусь тобой. Главное, чтобы батя верил. Все получится. Еб-еб. Еб-гип. Батя веет, это как будто, знаете, плюс сто успешности плана. Кстати, танки все еще на месте. я тебе об этом и говорил, что их надо было сверху обстрелять. Слушайте меня, войны! Необходимо выстроить танки клином, воинов и магов в середину. Мы захватим эту баршню и будем двигаться ко дворцу. О, нормально. Пойдем. Вперед! как истинный предводитель идет впереди, смотри. Как странно. А все в бункере сидят. Я тебе отвечаю еще в самом начале сказал. Все знают, все в дунке. Аватар вернулся! Привет! Есть кто-нибудь? Блин, короче, случай расскажу, со мной недавно произошел. Я прям себя так же, наверное, ощущал. Я записался к мастеру, не скажу чего и не скажу зачем, просто записался к мастеру. Он такой, приходи, да, конечно. Я прихожу, и он такой, а ты что сделаешь? И я такой, ну, как бы, вроде договаривались вчера. Он такой, да? Я говорю, ну, как бы, да. И он такой, ну, обычно, когда ко мне приходят, за полчаса хотя бы говорят, что скоро будут. Я такой, ну, раз вчера договорились, зачем мне сейчас за полчаса говоришь, что я буду донавить. Вот я себя так же ощущал, типа, мне никого нет. С чем пришел? Племя огня нации, на отступление. Нормально, мы побеждаем. Сука! Мы уже на полпути к победе! Что? Я вот не помню, но вроде бы, сейчас, вроде бы, как раз-таки, говорит, вот это, где моя мышка, вот это вроде бы, было территорией земли, племени земли. И когда нам показывали воспоминания Року с Азулоном, там этого деда звали, вот, тогда Азулон пытался захватить, и Року как раз находился около горы, и вот здесь была территория племени земли. Вроде бы, если я не этот, ничего не путаю. И опять никого. Ловушка какая-то. Ловушка! Нет! 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 Ларда, огня, зай! Где ты? Ну, Ну, На самом деле! Так, давай. Что? Смотрим еще одну серию. Не смою поздно. Ну ладно, можем посмотреть сколько. Можем посмотреть. Короче, интересно. Интересно? Интересно. Ну, где он сидит? Конечно, в бункере он уже все прочухал. Это, 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 по-любому, какая-то ловушка. Этот, азай, такой хитрожопый, он за свою жопу так, этот, беспокоится, и деда там прошлого свергнул, и вот это вот все тут непонятно, что произошло. Короче, сыт он за свою жопу, держится за трон всеми руками, зубами и ногтями, поэтому, по-любому, заныкался в бункере, мне кажется. Я нервничаю, у меня нога трясется, я переживаю. За кого? За аватар. За ч? Ну, потому что это ловушка, и сейчас за ней выпрыгнут все вместе, бьют аватары. Ну нет, ну все равно это, вот какая-то подлянка будет, вот кто-то выйдет, либо он встретится с Зук, когда тот будет убегать. Будет вообще нелепо, знаешь, аватар убегает, и Зука рядом убегает, они такие просто переглядываются, такие, да, параллельно. Да. Ну не знаю, что-то будет, вот интересно, что же будет, давай дальше смотреть. Интересный бой показали, довольно-таки, ну такой красочный, динамичный, то есть много всякой новой техники, новых каких-то способностей, всех переодели, все прям очень детально, не вот, не показывают, знаете, одинаковых персонажей, тупо одинаковую анимацию, тупо вот все линейно. Нет, здесь все разнообразное, ты смотришь и видишь разные движения, разные костюмы, разные какие-то способности, все прикольно, все здорово, задорно, интересно. Есть о чем подумать, есть о чем поговорить, даже вот здесь, вроде бы, как бы он пришел, никого нет, но все равно это столько вопросов задает, что ты такой думаешь, блин, а что же там дальше? Да подлянка дальше будет. Ладно. Я отвечаю. Ладно. Спасибо за просмотр, обязательно поддержи канал, подписывайся, ставь лайк, оставь лайк, комментарий, пушкать те серии, как те реакции, залетай в телеграм, на основном общении, но подписывайся на бустер, а не доступ эксклюзивы, и увидим с тобой в следующей серии. Всем пока. Пока. Пока.